Друзья, в жизни здесь непримиримые соперники. В Химках провели турнир по средневековым боям «Калинов мост». Около 50 участников из Москвы и области, Твери, решали, кто сильнее. Парк Льва Толстого стал театром боевых действий. Воссоздали битвы викингов и славян. Две команды стоят на мосту, опять на пять человек, бьются до одного попадания. Это по хитовой исходке. Так как это ранее средняя копия, брони довольно-таки мало, поэтому полный контакт. Чисто физически не получается, потому что будет очень много травм. В сражении использовали копья, мечи, топоры, луки со стрелами. Все, чем атаковали много веков назад. Несмотря на театральность, этот вид спорта может быть травмоопасен, поэтому каждому участнику требуется щит. Это круглый щит, дощатый. Такие щиты обычно ходили в болото из-за того, что там лучше сохраняется дерево. Ну и вообще в целом все. Можете его подержать в руке, посмотреть, как он... Щит действительно выглядит внушительным и весят так же. Могу сказать, что бегать с ним – это не так просто. Сергей Рудных – настоящий специалист в исторической реконструкции. Посвятил боям 13 лет. В средневековой схватке, говорит, лучшее лекарство от рутины. Но сражаться нужно еще уметь. У нас тренировки проходят три раза в неделю, где мы, собственно, оттачиваем мастерство, где мы бьем не только по людям, но и по шинам, чтобы примерно контролировать себя. В этом спорте важно не только владеть оружием, нужно правильное снаряжение. Костюмы делают сами, шьют по средневековым технологиям. Мы говорим о патриотическом воспитании, о нашей истории. Истории не только нашей России, но и раннего средневековья. Поэтому почему бы ребята изучают? Изучают костюмы, изучают, что происходило, какие бои были. Изучают подробно, не только наглядно, но и практически. Для всех желающих на фестивале провели мастер-классы по средневековым боям. Алена Беляева, Ксения Брагина, Матвейшин Каренко, Служба новостей.